Свердловский районный суд. На скамье подсудимых 22-летний парень обвиняется по статье хулиганства. Будучи нетрезвым, он обстрелял из пневматического пистолета троллейбус 8 маршрута. Прошу признать виновным Костер Дмитрия Алексеевича в совершении преступления и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год пребыванием наказания в колонии поселения. Тем ранним, после праздничным утром 12 января Дмитрий, взяв у друга пневматический пистолет, сначала открыл стрельбу по дорожным знаком, а затем объявил войну проезжавшему троллейбусу. И дважды поразил противника, попав по стеклам. Пассажиров в салоне не было, кондуктор и водитель не пострадали. 18 января хулигана задержали. Подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, согласился с предъявленным ему обвинением, в связи с чем дело по его ходатайству рассмотрено в особом порядке. Ущерб подсудимый возместил. Замена стекол была оценена в 4,5 тысячи рублей. Сотрудники горэлектротранса претензий к парню больше не имеют. Хотя считают, что основной ущерб был нанесен как раз не имуществу, а безопасности передвижения горожан в общественном транспорте. Мы считаем, что заключение подсудимого по стражу, возмещение им вреда и целый месяц по страже, я думаю, что это было для него достаточно строго, чтобы подумать на суде, и он раскается. Самое важное, чтобы сегодняшний процесс стал ярким примером для тех, у кого такие мысли в принципе в голове могли зародиться. А мысли такие в голове у некоторых граждан возникают довольно часто. Только за 2014 год пермские трамваи, троллейбусы и автобусы подвергались обстрелу более 20 раз. Виновников до последнего случая вычислить не удавалось. Прошу у вас, чтобы вы не лишали нас свободы, дайте мне шанс. Я в свою очередь обещаю, что оправдаю ваше доверие и не скомернули его в первый и последний раз. Суд учел смещающие обстоятельства и переговорил хулигана к 22 месяцам исправительных работ, которые в данном случае заключаются в следующем. Осужденный продолжит работать на своем прежнем месте менеджером по закупу стройматериалов, но будет ежемесячно отчислять в пользу государства 15% от зарплаты.